Всем привет! Сегодня я приготовлю бигмак в домашних условиях и после чего сравню его с оригинальным, как и по цене, так и по вкусу. Итак, поехали! Ну и первым делом я отправился в Макдональд за своим бигмаком. Ну и на обратном пути зашел в супермаркет для того, чтобы купить продуктов для домашнего бигмака. Вот я уже и перешел с магазина домой и начинаем готовить наш бигмак. Достаем маринованные огурцы, один нарезаем максимально мелко, а второй просто кружочками. Теперь мелко нарезанный огурец пересыпаем в какую-нибудь пиалу и туда же добавляем майонез, чеснок, паприку, а также чайную ложку рассола с под огурцов. И все это хорошо перемешиваем. Это и будет нашим соусом для бигмака. В оригинальном бигмаке используется пекинская капуста, поэтому тоже ее нарезаем. К фаршу мы добавляем приправу для мяса и просто перемешиваем его руками. Отрываем от нашего фарша кусок и лепим из него котлету. Кстати, лепить котлету нужно немного больше диаметром, чем наша булочка, так как при обжарке она все равно ужмется. Отправляем нашу котлету на хорошо разогретую сковородку, и если вы это сделали так же криво, как я, то еще и выравниваем ее. С одной стороны обжариваем котлету примерно 2 минуты. Теперь достаем булочки и разрезаем их на 2 части. На 3 части я их не смогу разрезать, так как они очень мягкие. Булочки тоже отправляем на сковородку внутренней стороной, для того, чтобы они немного подсушились. После этого они не будут так быстро промокать от соуса. За шаблон я себе возьму оригинальный бигмак и буду собирать все в такой же последовательности. Значит, берем нижнюю часть нашей булочки, сверху смазываем ее соусами, наверх посыпаем листья пекинской капусты. Кладем кусок сыра, и на него уже нашу котлету, желательно горячую, для того, чтобы сыр расплавился. Тут должна идти средняя часть булочки, но так как у меня ее нет, то я сразу смазываю котлету соусами. Наверх кладу пекинскую капусту и кружочки огурца. Остается положить последнюю котлету, и точно как в оригинальном бигмаке, накрываем это все булочкой. Чуть позже я догадался, что нижнюю часть от другой булочки можно использовать как среднюю, и немного переделал бургер. Также под вторую котлету добавил немного листьев капусты, и получился почти такой же бигмак. Каждый из этих бургеров я попробовал, и могу сказать одно, домашний бигмак просто на уровень выше. Во-первых, вкус мяса более мощный, во-вторых, булки мягче, а в-третьих, эта пекинская капуста реально хрустит. В то же время в Макдаке мне достались вот такие вот джухлые куски капусты. А сейчас быстро пройдемся по ценам. Стоимость одного бигмака составляет 47 гривен. В основном магазине, которым я закупался, я потратил 70 гривен, и еще плюс 50 гривен за фарш и сыр. И естественно, еще куча продуктов у меня осталась. Я все подсчитал, и себестоимость вот такого домашнего бигмака составляет 32 гривны, а то есть на 15 гривен дешевле, чем в Макдональдсе. И это при том, что он раза в полтора больше. В общем, готовить бургеры дома получается выгоднее и вкуснее, поэтому в этом есть смысл, особенно на большую компанию людей. Если вам понравилась новая рубрика на моем канале, то ставьте лайк и пишите об этом в комменты. А также напишите в комменты, сколько раз я в этом видео сказал слово Биг Мак. Первые пять человек попадают в следующее видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok